Рассказ Василия Макарыча Шукшина «Крыша над головой» читает Павел Беседин. Вечером в субботу в клубе «Села Нового» собрались обсуждать только что полученную пьесу. Собралось человек 12, участники художественной самодеятельности. Речь держит Ваня Татузь. Невысокий крепыш, чисто любивый, обидчивый и вредный. Он в этом году окончил областную культпросветшколу и неуверенно форсит. Он руководитель художественной самодеятельности. Я собрал вас, чтобы сообщить важную новость. К нам едет ревизор. Это Володька Маров. Володька дружит с медсестрой Верой, которая нравится Ване Татусю. Но Ваня это скрывает. Надеется, что Вера сама заметит гордого Ваню и покинет Дубинскую Володьку. Если же она останется с шофером Володькой, то пусть пеняет на себя. Основания для того, чтобы она потом страдала и раскаивалась, будут. А Володька знает, почувствовал, что ли, тайные помыслы Вани и ест его поедом. Для того и в самодеятельность записался. Медсестра Вера сидит здесь же. Она помешалась на самодеятельности и тем еще злит Ваню, что с такой-то любовью к драматическому искусству не может дурочка сообразить, что любить надо режиссера. Интересно, о чем они говорят с Володькой? О поршнях? Маров! Острить будешь потом. Ваня понимает, что не надо даже и замечать-то Володьку. Но не то, что вступать в разговоры с ним. Но не может сдержаться. Старается тоже укусить соперника. Мы получили из области пьесу. Пьесу написал наш областной автор. Мы должны ее отрепетировать и показать на областном смотре. Острит. Маров. Тот, кто острит последним. Ослит! Поправляет Володька. Вот именно. Надо сначала отрепетировать пьесу, а потом будем острить и смеяться. Как дети среди упорной борьбы и труда. Перестань. Сердитая прерывает вера. Про что пьеса-то, Вань? Женские роли есть? Пьеса из колхозной жизни. Бьет по... Ваня заглянул в аннотацию. Бьет по чисто собственноческим интересам. Автор сам вышел из народной гущи. Хорошо знает современную колхозную деревню, ее быт и нравы. Словно его крепко, как дуга. Слово. Как это изгущи-то? Спросил Вася Ермилов. По общему мнению, дураковатый парень, любитель выпить, тоже шофер, дружок Володьки. Володька привлек его с собой в самодеятельность, чтобы не скучно было. Васька, глядя на своего дружка, понял так, что здесь надо вовсю острить и подсмеиваться. Он что, алкаш? Вася, молчи, ради бога. Вера гневно смотрит на Ваську. Но я недопонимаю, как это вышло из гущи. Гуща – это когда пиво на донышке остается. Кто про что? А вшивый все про баню, заметил один женатый мужик, который от семьи, от детей бегал репетировать пески. А ты понимаешь? Из гущи – значит, из низов, из простонародья. Так бы и писали, ворчит Васька. Он совсем не умеет шутить. Я бы сказал так, не унимается женатый мужик из трудового крестьянства. Ходил еще в самодеятельность один старик, Едистратыч. Вечный шут. Он среди молодых считался специалистом по вопросам старины, и все, что в пьесах касалось крестьянства, коллективизации, например, прямо касалось его. Он по сей день жалел, например, что многих и многих себе не раскулачили. Тогда, в тридцатом году, когда сказали «крестьянство». Едистратыч встрепенулся. Крестьян теперь тоже нет. Колхозники. Он говорил «колхозники». «Ваня, женские роли есть?» Спросила нетерпеливая Вера. «Помолчите, товарищи», – строговато сказал Ваня. «Я сейчас коротко расскажу содержание пьесы, и вам станет все понятно». В колхоз из армии возвращается хороший парень. Иван Петров. Сначала он. Ваня читает предисловие, активно включается в трудовую жизнь колхозного крестьянства. «Пожалуйста, колхозного крестьянства», – воскликнул женатик. «Трудового тоже можно говорить. Колхозное крестьянство – это и есть трудовое». Продолжаю. «Активно включается в трудовую жизнь, но затем женится. Есть, видите, женщины. Иначе на ком же он женился? А может, он это, как их подает голос Васька? Ну, дайте же послушать-то», – взмолилась Вера. «Идиоты, честное слово. Еще же ничего не ясно. Я предлагаю так», – поднялся женатик. «Кто вякнет, не по существу того выводить». «Ты этим замашки эти-то брось», – советует Володька. «Мы же не в отделении милиции». Женатик чего-то вдруг рассмеялся. «А я же и не говорю, что приводить. Я говорю, выводить». Ваня, продолжай. Он женится и попадает под влияние тестья и тещи. А потом и жены. Становится стяжателем. Начинает строить себе дом. Обносит его высоким забором. Пьеса называется «Крыша над головой». «Крыша взята в кавычки», потому что дом большой. Это уже не крыша. Ивану делают замечания, чтобы он поумерился. Иван отговаривается материальным стимулированием, скрывая под этим чисто кулацкие взгляды. А отец с матерью его живы? Стрепенулся опять Елистратыч. Всех удивляет, откуда в нем это. Его продергивают в стенгазете. Молодежь из самодеятельности сложила о нем обличительные частушки. То, что я и предполагал сделать с Иванычем, но меня не поддержали. Иванов трудяга. А этот? Вопрос, в чью пользу трудяга-то. В общем, озорные девчата исполняли эти частушки с клубной сцены в зале. Веселая реакция. Но Иван не унимается. Тогда его разбирают на колхозном собрании. Один за другим на трибуну поднимаются колхозные активисты, бывшие товарищи Ивана, пожилые колхозники. Суд их суров, но справедлив. Все разъясняют Ивану, что он, возводя над собой так называемую крышу, тем самым отгораживается от коллектива. То есть, под крышей надо понимать забор. Крыша-забор. Это понятно. А какую позицию занимает жена? Это все вера. Там же сказано, действовали совместно, сказал женатик. Групповая. Ильстратыч вспомнил народную мудрость. Муж да жена, одна сатана. Она тоже присутствует на собрании, да? И только тут, на собрании, продолжает Ваня. Иван осознает, в какое болото затащили его тесть с тещей. Он срывается и бежит к недостроенному дому. Дом уже он подвел под крышу. Он подбегает к дому. Трясущимися руками достает спички. Ваня понизил голос, помолчал и дал. И поджигает дом. Никто не ждал этого. Как? Сам? Он что? Это он? А пожарка в деревне есть? Вера потрясена пьесой. Это трагедия, да, Вань? Если не трагедия, то во всяком случае социальная драма. А мы чего-нибудь будем жечь? Интересуется один любитель пиротехники. Да, товарищи. Продолжает довольный Ваня. Он сам поджигает дом, который сам собственными руками рубил в неурочное время. Дом-то сгорел? Спрашивает Володька. Задетый за живое, Ваняным торжеством. Ему не верится, чтобы в современной пьесе сгорел дом. Когда дело-то происходит, а? Женатик тоже не понимает, как это дом поджигает летом. Спокойно, спокойно, говорит артист Ваня. Он поджигает дом? Но колхозники, тут самый накал пьесы, развязка. А обратите внимание, как автор подходит к финалу резкими мазками. Иван срывается с места и с криком «Подонки, куда они меня завели?» Выбегает с собрания Женя. Он же уже выбежал. Жена, а не Женя. Жена бросается за ним. Он же уже выбежал. Через некоторое время жена прибегает на собрание. В это время собрание перешло к другому вопросу. Жена врывается на собрание и кричит срывающимся голосом «Скорее!» Он поджег дом. Колхозники срываются с места и бегут к новому дому. Один старик, здесь мы будем отталкиваться от деда Щукаря. Этот старик бежит в совсем другую сторону, к дому тестя Ивана, и кричит за кулисами «Вы горите или нет?» Это уже элемент традикомедии. Мы всю пьесу будем решать в традикомическом ключе, понятно? «Но дом-то сгорел?» Опять спрашивает Володька. «Дом спасают колхозники». Ивану объяснили, что дом пойдет под колхозные ясли. Иван сам принимает участие в тушении пожара. И все повторяет. «Подонки, куда они меня завели?» Это про кого он? Не понял Васька. «О, боже мой!» «Да протестя с тещей-то!» «Неужели непонятно?» «Сильная пьеса!» «И все?» «Конец?» Спрашивает Володька. В конце Иван, смущенный, но счастливый, подписывает вместе с другими парнями и девчатами обязательство сдать ясли к Новому году. «А где он будет жить?» Володька. «Поживет пока у тестя!» Володька. Володька. «Меня устраивает!» «Я спрашиваю, где он жить будет?» «А по-моему, тебя сама идея не устраивает. Ты мне политику не шей!» «Я спрашиваю, где он жить будет?» «Женатику надоели эти привыкания двух ухажеров. Допустим, он себе еще домик срубит. Поменьше. Доволен? На какие же такие деньги? Один дом рубит, другой... Другой это уже за кадром», резко сказал Ваня. «Другой нас уже не интересует. Перед нами пьеса, и надо относиться к ней профессионально. Но, по-моему, тебя и первый дом не устраивает. На первое время к тестю пойдет», сказал женатик. «Да не пойдет он к тестю!» взорвался Васька. «Вы что, у них после этого ругань пойдет!» Несусветная. «Ведь он же помогал ему рубить дом. Теста? Откуда у солдата деньги?» Тест помогал. А зять-то хотел спалить этот дом? «То подъясни отдал. И что?» Тесть после этого скажет ему. «Спасибо тебе, зидёк! Не меряй всех на свой аршин!» «Вот тесть-то меня меньше всего волнует», жестко сказал Ваня. Женатик встал. Здесь просто хотят подсунуть другую идейку. И сел. Он не любит Володьку за длинный язык. «Дальше!» спросил Володька. «Что ж ты замолчал?» «Какую идейку?» «Говори!» Сказал женатик. «И Ваську тоже!» «Они не репетируют, а только зубоскалит!» «А меня за что?» Обиделся Васька. «Нет, Ваську не надо!» Пожарил пиротехник. Он одумается. Раздались ещё голоса. Васька – безотказный труженик. Он только на поводу Умарова. Женатик предложил другое. Поставить Ваське на вид и предупредить. Пусть не злопотребляет спиртными напитками. «Вот за это стоит», – подхватил Ильстратыч. «Это стоит. По праздникам это другое дело. Но ты, Васька, и в будни нет-нет, да огребёшь, огребёшь. А ты на машине недолгой до аварии. Совсем надо прекратить», – подала голос библиотекарша. «Женщина в годах, но очень миловидная». «Нет, совсем-то, как поди-ка, совсем-то усомнился сам Ильстратыч. Он же мужик». Но тут взорвался Женатик. «Ну и что?» «Что мужик?» «А спросите его, что за причина, по которой он пьёт?» Он мне ответит. Тущи сгущались. «По праздникам все пьют», – вякнул Васька. «А я что, рыжий?» «В общем, так», – подвёл Ваня. «Двое упорствуют, двое настаивают на своём. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы в это время через зал прошла и села на первый ряд?» Вдовина Матрёна Ивановна, пенсионерка, бывшая зав. отделом культуры райисполкома, негласный шеф и родитель художественной самодеятельности. «Здравствуйте, товарищи! Ну, как дела? Обсуждаем пьесу Матрёна Ивановна?» «Так-так. Выяснилось, что идея пьесы не всех устраивает. Как так?» – удивилась Матрёна Ивановна. «Я читала хорошая пьеса. А кому не нравится идея?» «Мне идея и нравится», – заговорил Володька, с презрением поглядев на Ваню. «Только я не знаю, где он жить будет? Кто? Солдат? Какой солдат? Герой пьесы?» «Матрёна Ивановна», – поясняет Ваня. «Надо яснее выражаться. Маров. Он уже давно не солдат». «Я уж испугалась. Как это? Где будет жить солдат?» «Выражайтесь действительно яснее. А то ведь можно подумать, что у нас солдатам жить негде». «А почему идея не понравилась?» «Да вот! Ставит двусмысленный вопрос. Где будет жить Иван?» «Ты мне не двусмысленный, – разозлился Володька. Двусмысленный. Вопрос самый обыкновенный. Но-но!» «Дом он отдал под ясли. К тести он после всего не пойдёт. Где же он жить будет?» «Ну, нашли, о чём спорить. Петухи. Жильё ему выделит колхоз. Обязан выделить. Человек отдал дом под ясли. В пьесе-то этого нет. Вдовина подумала. А вот тут возможно, что и упущение автора. Вот что, ребята, я свяжусь с автором по телефону, попрошу его добавить насчёт жилья. А то действительно можно не так понять. Можно понять, что его оставили на произвол судьбы. Я попрошу его уточнить жильём. О том, что мы взяли его пьесу, я ему звонила. Он поздравляет нас и передаёт всем привет. Дело серьёзное, ребятки. Как говорят охотники, есть шанс убить медведя. Если мы займём первое место, на смотре. Тут все загалдели. То, что тогда, Матрёна Ивановна, а? Что будет? Ой, ну скажите. Матрёна Ивановна, скажите. Звание Народного театра. Ну, за один-то спектакль. Как сделать? Нам устроят турне по области. Вдовина, улыбающаяся, захлопала в ладоши. Тихо, ребята, тихо. Ну, скажите, Матрёна Ивановна. Нет, нет, даже не просите. Вдовина улыбалась. Не будете знать, лучше будете работать. Вот так. Это и педагогичнее будет. За работу, друзья, в клуб вошла девушка с почты. Матрёна Ивановна, вам телеграмма. Я была у вас дома. Там никого нет. Матрёна Ивановна надела очки, прочитала телеграмму. Какое совпадение, сказала она. Только что о нём говорили. От автора. Да. Он пишет. Песню мой Вася снимите. Точка. Героиня поёт. Вот кто-то с горочки спустился. Точка. Желаю удачи. Красницкий. Болит ретиво это. Думает. А она разве поёт там? Спросил Ваня. Кто? Героиня-то. Она же у нас не поёт. Да, верно. Я не помню, чтобы она у нас пела. Он, наверное, перепутал пьесы. Где-нибудь ставит ещё его пьесу. Конечно. Он перепутал. Я буду звонить. Всё выясню. А теперь за работу, друзья. За работу.